Сидеть. Ставить. Своего хозяина служебная собака слушает беспрекословно, а иначе и быть не может, ведь иногда во время задания человек даже доверяет ей свою жизнь. Алексей – лучший кинолог Москвы. С собакой Харри уже пять лет работает в составе следственно-оперативной группы. Собака – это мой пистолет. То оружие, которым я пользуюсь на работе. И допустить какие-то неполадки в нем, в своем оружии, то есть допустить самую большую оплошность в своей жизни, в самые ответственные моменты. И этого не может быть и не может произойти никогда. Такие четвероногие помощники незаменимы при расследовании преступлений. Только в Москве с начала года с их помощью полиция раскрыла полторы тысячи краж, разбоев и даже убийств. Кроме немецкой овчарки, в полиции работают спаниели, ротвеллеры и бельгийские овчарки. Но дрессировать их сложнее. Готовить собак начинают с года. И после шести месяцев тренировки в возрасте двух лет они приступают к службе. Необходим прочный контакт человека и его друга. Только тогда можно надеяться на успех. При этом собака выполняет все команды исключительно из любви к хозяину. Бить животное нельзя. Подготовка бывает разная. Поиск оружия и взрывчатых веществ, наркотиков. Или патрульная служба. И хоть в фильмах показывают, что всё делает один пёс, в жизни так не бывает. И посадкой обозначила наличие искомого замка. То есть невозможно во всех сценах снять или подготовить, адресировать собаку, чтобы она всё умела. И подносить ключи, и прыгать на правонарушителя, искать наркотики, и обыскивать багаж, и запрыгивать в машину. Тем не менее, собак используют спецслужбы всех стран. Человек не смог создать прибор, который мог бы работать лучше их. Благодаря собакам обнаружены и взрывчатые вещества, готовящиеся к террористам, и пояса шахидов, которые были спрятаны в помещениях. То есть везде обыска, которые назначаются по фактам обнаружения или по подозрению, что у лица имеется взрывчатые вещества оружия. При этом на задание собака всегда идёт без поводка, ошейника и намордника. Любое приспособление будет мешать животному. За последние шесть лет при раскрытии преступлений в Москве не погибла ни одна собака, зато награждены многие. Только это не медали, их ещё не придумали, а вкусный корм и дополнительные выходные. НТД, Москва.